Спасибо, что послушали, это вообще тотальная импровизация была, выяснилось, что почему-то не подгрузились паттерны, это было сейчас сыграно полностью с нуля, как бы придумана какая-то аранжировка, очень просто все, но зато можно творить такое с помощью вот этих штук, я очень люблю вот эти девайсы, но хочу немножко подробнее рассказать, как с помощью них я научился играть музыку, в общем-то, и мне пришлось сделать небольшие дополнения для них, я не знаю, видно там было или нет, но я использую вот такую вот памятку, которая у меня, в принципе, всегда с собой, я ее сам распечатал, ну там, заказал печать, и она хорошая ламинирная, это история, наверное, двух лет изучения нот и всего такого, но не как начинающий музыкант, а как, в принципе, практикующий дизайнер, который видит систему, которую нужно, ну, как бы оптимизировать для того, чтобы человеку это было удобно, понятно, и, в принципе, я считаю, что это, ну, начало получаться, то есть, есть сайт, на котором я собрал максимальное количество информации о том, что такое свет и что такое звук, и как их можно соединить друг с другом так, чтобы люди, которые более визуально мыслят и воспринимают информацию, в принципе, понимали звук, ну, на какой-то, в какой-то мере, потому что с самого начала это совершенно разные вещи, но как вот здесь гласит девиз сайта, что, да, свет и звук очень разные вещи, но смешиваются вместе они в одном месте в нашем мозге, и через мозг мы можем провести эти параллели, и то, что, если кто-нибудь слышал, такое явление синестезия, вот, поднимите руки, кто-нибудь слышал такое? Вот, ну, это, в принципе, половина, это очень большое число, потому что, а у кого есть синестезия? Один, два, есть трое, вот, это уже, ну, в принципе, больше, чем статистика, потому что это достаточно редкое явление, но я убежден, что можно выработать это у себя. Что это такое? Это когда у вас восприятие в одной модальной системе, уж умными словами, воспринимает, вызывает ощущение в другой. Это вы видите звуки или слышите запахи, не знаю, это, может быть, любые пересечения, чаще всего это какие-то цветные дни недели бывают или цифры вы как-то воспринимаете по-своему. Этого много, и это считается, что это как естественного в человеке возникает, но цифры же неестественно возникают, как-то ассоциации во время обучения просто закрепляются и потом остаются. И точно так же я предлагаю как бы искусственно развивать у себя синестезию, это приписать каждой ноте определенный цвет и с помощью этого не путаться и знать, что ля красная и все остальные вот идут по радуге. Все достаточно просто. И вот было много людей, которые пытались соединить звук и цвет. Например, Скрябин очень известная работа делал там с партитурами для цветовых прожекторов. Но это, как правило, было основано на их личной синестезии, их личном восприятии цвета. И это были такие бессистемные индивидуальные истории. А я попытался сделать что-то универсальное, основанное на физических законах. То есть вот если немножко рассмотрели, что такое свет, как он исходит из солнца, прилетает, как он в нашем глазе воспринимается, и вот это спектр вот этого излучения, то есть что он закольцовывается в круг. И каждый цвет имеет свою сущность, индивидуальность, мы его можем воспринимать, как бы строить с ними контрасты и так далее. Я как дизайнер, мне это очень близко и понятно, что с чем контрастирует, а что с чем дружит хорошо. И оказалось, что в музыку это все неплохо переносится, и вот попытки сравнить напрямую не пошли. То есть звук и цвет вот там разные, по длинам волны и так далее, совершенно разные явления. Но закономерности есть. И вот про звук немножко тоже рассказываю. Здесь это демонстрируется, как он распространяется в воздухе и так далее. Это вибрирующие струны, как мы вообще можем извлекать звук и многое другое. То есть я не буду заострять внимание, просто в конце концов мы приходим к тому, что каждой ноте, которых, как выяснилось, 12, а не 7, как мне говорили раньше, можно сопоставить один с 12 цветов, которые мы получаем тоже как бы достаточно математически. Вот совместив RGB и CMYK, получаем 6 основных, которые еще там под цвета делятся на 12. И также октава музыкальная делится на 12 полутонов. Вот здесь они приведены. Я еще не перевел на русский. Сначала сайт на английском. Он, в принципе, нацелен на международную аудиторию, но хочется и делиться и в России этим. Вот. И, соответственно, вот эта расстановка, я понял, что можно сделать, взять 40-ую октаву. То есть очень высокий звук, как бы, который уже не существует. Это скорее как тепловое движение. Но если взять 40-ую октаву, то ля будет примерно оранжево-красное. Вот. И это, ну, неплохо. И, в принципе, цвет начинается с красного, как бы, инфракрасный и так далее. А ноты начинаются с ля. Это А, ноты, по которой настраивают концертные инструменты. И, в целом, кажется, что до первое, но по факту А. Потом буквы идут А, Б, Ц, Д, Е, Ф. В общем, вы знаете. Вот. И, соответственно, получаем вот этот круг цветовых уже нот. Это, ну, и буквы, получается, и цвета. Все как бы соединяется. И можно это использовать для обучения. И вот здесь показан принцип, как образуются наши 12 нот. И не буду долго рассказывать. Здесь даже есть цифры, какие-то формулы. Но это все можете изучить. И вот эти вещи, если их понажимать, они звучат. Это как бы сайт, но это и приложение одновременно. То есть можно для обучения использовать это. То есть там послушать. Здесь вот это различные настройки темперации. То есть ноты немножечко могут быть разными. Я тоже открыл для себя в рамках изучения этой всей истории. И немножко их разложил. Вот. Здесь очень полезный инструмент. Выбор тональности, в который хочется играть. Это то, что, ну, вот эти штуки не обязательны. Понятно, что с сайтом уже можно все делать. Это просто не нужно включать. У этого нет батареек и всего такого. А здесь можно выбрать тонику, выбрать тональность какую-то. Даже самую витиевату. И вам показывается, какие ноты нажимать просто. И когда у вас на клавишах наклеены вот наклейки просто банально, то вы просто смотрите. Ага, так, зелененькую нет. А, зелененькую нажимаю. Вот мятную нажимаю. А эту, там, голубую не нажимаю. И все. И уже играете в этой тональности. И, да, то есть, получается, есть онлайн-версия этого всего. Есть сайт. Есть там целое приложение, которое вот можно… Сейчас я покажу. Но это такая очень экспериментальная история на JavaScript. Но главное, что есть еще оффлайн-история. Это памятки, наклейки на OP1. Вот как у меня, например, они очень помогают ориентироваться. На обычные клавиши, на укулеле. Вот я сделал. Ну, я себя все обклеил. Их просто нельзя сделать одну штуку. Нужно сделать плачку, ей обязательно делиться. Вот это есть укулеле. А, это гитара укулеле. И вот такая вот это как бы универсальная. То есть вообще забомбить все дома просто. Или просто на столе и прививать какое-то чувство. Вот. Такая история. Это вы можете потом подойти. Про наклейки, про все это обсудим. Вот. Они у меня есть с собой. Можно будет у меня их взять. Вот. Наверное, это про эту систему все. И да, вот там есть приложение. Оно сейчас не загрузится. Ну и вот как раз хочу рассказать, где я играю. Все вот это использую. То есть это вылилось в проект СУП, который расшифровывается как центр управления полетами. И это вот эта штука, которая может прийти в какое-то место и устроить классную фоновую музыку для какого-то мероприятия, для друзей и так далее. Я не знаю, куда это все заведет. Музыка получается совершенно что-то другое, чем там графический дизайн, из которого я иду. Но это поле очень интересное и затягивает, затягивает, затягивает. Вот. И хочется еще поиграть, если возможно. Я сыграю какой-то трек свой, который более подготовленный, чем вот этот вот лайв импровизации, который была в начале. Вот. Если есть вопросы, не знаю, потом, наверное, подойдет. Сейчас не будет слышно. Вот. Все, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok